Это обязательно, это просто, знаете, я вам специально даю это настроение нашего южного. Вы видите, что 96,6% людей за то, что перевели дома на электричество по рублю, а потом на газ. То есть здесь у нас по всем улицам. Второй вопрос. Вы знаете, обратите внимание, есть закон по ветеранам труда. Все будут когда-то ветеранами труда. И в этом законе есть, знаете, с 95 по 2004 год было, что ветеранам положено 50% за электричество, за воду и за тепло. Потом сделали в 2004 году поправочку в пределах нормы. А норма 75 умножим на 2 рубля, получается 171 рубль. 50% возьмем, в ветеранам получается 86 рублей. И, понимаете, эта норма уже маленькая, изжила из себя. То есть человек не может уже, появляются новые машины, электробойлеры, все. То есть надо или норму увеличивать, или электроэнергию увеличивать. То есть посмотрите вот эти вопросы, да. И третий вопрос. Вот сейчас я хочу сказать. Сегодня вот буквально мне позвонили с Волгодонска. И вот там женщины сказали, что вот они собирают, пенсионеры собирают вещи для тех, кто лежит в больнице. Потому что солдаты наши приезжают туда раненые, они, одежда вся изорванная. А чтобы им выйти куда-то, в магазин или там, ну что-то, у них нет этой одежды. Вы, ну как-то через свои источники, пожалуйста, чтобы им какую-то одежду. Это в Донецке, в Луганске, вот в всех этих больницах. Вот сделайте вот это. Ну какие-то... Военные-то помощи ребятам много оказывают, у нас и движений много там, и я сам лично участвую. Ну многие, наверное, я думаю, что сейчас участвуют. Единственное, вот по вот этой, по линии как раз ребят, которые там были ранены и куда-то потом... Ну я посмотрю, посмотрю. Да, вот эту мы уже помощь как-то организовали.